Это правда, что для приёма в КММ нужно пройти 17 этапов собеседования? Всем привет! Вы на канале Дьюф Плей, и мы продолжаем проходить Звёздную Железку. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Так, нам надо куда-то вот сюда. Какое мрачное зрелище! Это место, вы бывали здесь раньше? Да. Да, здесь мы совсем и покончим. Кайл, прости за задержку, мы можем идти дальше. Будь свободен, госпожа Верховная Охранительница! Мы с... Вы с вашими спутниками можете беспрепятственно идти на север! Замечательно. Через горы местами придётся идти вдоль Абрева, будьте внимательны. Идём. Окей. Что это за место? Мы же здесь раньше не были! Мы только недавно обнаружили эту зону. Давайте двигаться дальше. То, что я хочу показать вам чуть дальше. Какой охуенный перевод, блядь. И чё это? Ого! Жизнь кипит! Гляди! Белобошцы не опустили руки! И я хочу дать им шанс. Вы знаете, что это за сломанная машина вон там? Ээээ... Двигатель созидания? Я знала, что ты вспомнишь. Бля, если б не она, я б не вспомнил. Госпожа Топас, я знаю, что вы много изучали, Белобок. Мне интересно, есть ли среди ваших записей информация о двигателе созидания? Нет, совсем нет. И поэтому я нахожу это удивительным, такое чудо-инженерной мысли, но при этом никакого упоминания в отчётах отдела стратегических инвестиций. Возможно, я знаю причину. Двигатель созидания был создан исключительно силами людей с Белобога без помощи извне. Этим проектом руководила первая верховная хранительница Алиса Рент. Пока воины сражались на передовой, инженеры без устали работали в тылу, создавая его. Значит, этот, как вы его называете, двигатель созидания? Оружие, созданное самими Белобожцами? Да, но не совсем. Двигатель созидания был отправлен в навооружение вскоре после создания и сыграл значительную роль в боях против Легиона. Но Алиса Рент задумывалась о будущем, так как никто не предполагал. Долгое время этот инженерный прорыв носил название «Установка геологической реконструкции». На самом деле, его предназначение было куда грандиознее. Помочь Белобожцам отстроить свой дом и восстановить его былое величие. Изгнав всех, кто ему угрожал. Невероятно. Она смотрела в будущее, вперед на многие поколения Белобожцов. Алиса Рент была настоящим лидером. Но не стоит преуменьшать и заслуги нынешней верховной хранительницы. Ее лидерские качества не менее впечатляющие. Спасибо вам, но я не сделала ничего особенного. Я всего лишь собрала Белобожцов вместе и объявила, что наша таким образом завоеванная свобода слова находится снова под угрозой. Если мы хотим продолжать быть свободными, то должны действовать и показать тем, кто сомневается, что у Белобога есть воля и способность управлять собственной судьбой. Исход нашего собрания говорит сам за себя. Дети Белобога приняли решение сохранить родную землю собственными руками. Должна сказать, я совсем не ожидала. Хрю-хрю. Я буду сражаться за эту возможность ради вас, Броня. Мне не стоило проводить параллели с теми... с тем, что произошло в моем детстве. Но это был серьезный промах в моем суждении. У моего мира не было лидера, способного сплотить людей, поэтому они давно оставили мысли о своем спасении. Но ваша цивилизация выживала в снегах и бурях 700 лет. Это поистине достойно восхищения. Значит, вы готовы отказаться от принятого решения? А насчет долга, мы найдем способ постепенно его выплатить. Но это займет какое-то время. К сожалению, присвоение Ерелы-6... Это стратегическое решение, которое одобрили высшие чины в корпорации. Даже если бы я захотела отменить его, убедить их было бы непосильной задачей. Разве что. Не переживайте, госпожа Топас. Мы вместе с безымянными на Звездном Экспрессе готовы поручиться за этот мир. Это замечательно. Может сработать. Что до докладов и вероятной ответственности. Это уже моя забота. Госпожа Топас, вы упомянули об ответственности. Не переживайте, нет ничего, с чем бы я не справилась. Есть вещи куда важнее, чем должности и уровни. Например, способ найти лучшее решение проблемы. Тебя не уволят? Ха-ха-ха. Это уже вряд ли. В крайнем случае, понизят мой уровень и слегка уменьшат премию. Но не волнуйтесь, я работаю ради нечто большего, чем просто деньги. Большое спасибо за всё, что ты сделала, Кила Кира. Я не думала, что нам придётся снова вовлечь Экспрессу в наши проблемы. И уж тем более в конфликты с Кэмом. Конфликт? Сомневаюсь, что всё зайдёт так далеко. К тому же, это ведь меня в основном надо винить. Я не следила за подчинёнными. Это правда, что для приёма в КММ нужно пройти 17 этапов собеседования? 17? О, кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Надо сказать, что у него был особый случай. Для большинства людей этот процесс проходит гораздо быстрее. Ха-ха. Я рада, что мы можем просто поболтать. Кила Кира, вам всем нужен отдых после всего, что вы сделали. Я договорилась о номерах в отеле Гёте. Госпожа Топас, если вы ищете хорошее место, где можно остановиться. Спасибо за предложение, но я должна вернуться обратно и сдать отчёты. Кила Кира, госпожа Броня, было приятно познакомиться с вами. Надеюсь, мы ещё будем сотрудничать в будущем. Но уже при лучших обстоятельствах. Может быть. Ну и теперь мне надо в отеле Гёте. Подожди, Зеря, а тут сундуки есть. Опа, я вижу сундуки. Блядь, да нет, а ладно. Нихуя там нет. Какая-то печалька, я думал, с больших сундуков больше будет. Забыл уже. Так, а чё там? Не, не хватает. Ладно, пиздуем в отель. Почилим и... И будет видно, что дальше. Мага-Сварога. Мага-Сварога. Шпак. Отдохнуть. Марта так ждала солнечного фестиваля. Похоже, в этот раз она упустила шанс. Никогда бы не подумала, что эта поездка будет такой... Утомительный. Пора отдохнуть. В свете произошедших событий мы примем соответствующие дисциплинарные меры против вас. Ваш уровень будет понижен с П-54 до П-44. С П-45 до П-44, а ваш базовый оклад скорректирован. Все премии за текущий отчётный период будут отозваны, в том числе опционы на акции и премии на... За производительность. Вам также будет необходимо сдать дополнительный отчёт об этом инциденте господину Алмазу. Если у вас есть возражения по штрафным мерам, вы можете подать письменную жалобу. У меня нет возражений. Принято. Желаете добавить что-то ещё? Если возражений нет, встреча окончена. Тебе сняли только один уровень? Ух, по касательной увернулась. Слишком большой проект, чтобы с ним можно было так безнаказанно напортачить. Наверное, кто-то за тобой присматривает. О, уже отключились. Этот искажатель голоса сводит меня с ума. Погоди. Сейчас отключу. Авантюри? Почему ты всё ещё на линии? Эй, что за враждебность? Как будто бы я твой босс. Хотя подожди, теперь оно так и есть. Прошу прощения. Ещё придётся привыкнуть к новой иерархии. В чём дело? Если тебе есть что сказать, говори уже. Фу, ничего серьёзного, просто проверял как ты. Я говорил же, что Ирила-6 будет рискованным делом с малой выгодой. Зачем ты вообще им занялась? В нашей работе доброе сердце скорее будет помехой, чем преимуществом. Если не будешь осторожна, то окажешься в тупике. Что-нибудь ещё? Если нет, я отключаюсь. Подожди, ещё минутку не отключайся. Я понимаю, ты сейчас не в настроении вести разговоры. Давай тогда поговорим о том, что может представлять для тебя интерес. Пока ты была увлечена своим Ирила-6, Алмаз окучивал главу отдела логистики строительных материалов. Поэтому он не присутствовал на сегодняшней встрече. Таравана? Именно. Прославленный Тараван, один из семи членов правления. Теперь он поддерживает нас вместо отдела развития маркетинга. Ха! Теперь Асфальда будет не до смеха. Алмаз очень помог нам. Твоя выходка в такой важный день выставила отдел стратегических инвестиций не в самом лучшем свете. Понимаешь? Я ввел тебя в суть. Теперь перейдём к делу. Я сейчас на пирпойнте. Тут крупное дело, которое может повлиять на весь отдел. Мне как раз нужен ответственный руководитель проекта. Как тебе такая перспектива? Мне кажется, ты отлично подойдёшь. Ха! И что же заставило всесильного авантюрена искать сотрудничество с кем-то ещё? Пинакония. Тут секрета нет. Что? Ты верно услышала. И именно в этой... Именно этой реакции я тебя ждал. Притормози-ка немного. Алмаз назначил тебя на этот проект? Я ожидала, что им будет заправлять кто-нибудь вроде Апал или Апсидиана. Кто-нибудь чей уровень выше... П-46. Кто знает. В семье состоят непростые люди. Если хочешь знать моё мнение, вести с ними дела, то заранее проиграй. Но, как мы с тобой знаем, КММ занимается не только заключением контрактов. Поэтому настало моё время проявить себя. Так что скажешь? Это редкая возможность. Подумай над предложением. Кто знает. Может быть, ты даже сможешь загладить свой промах на Ирила-6. Я поговорю с тобой позже. Эх. Едва закончилась одна гонка, как начинается другая. Я лишь надеясь, что приняла верное решение в этот раз. Медведь? Чё, блядь? Этот снег завораживает. Рынок будущего завершено! Ей! Нам нефритов насыпали! Топас еще того, теперь ваш гость. Вы можете встретиться на экспрессе. Ху-ху! Класс! А может и нет. Хуй знает. Так, во-первых. Миссию освоения закроем. Соберем уровни. Так, во-вторых. Теперь можно принять участие в эфирных войнах. Ха-ха-ха. Я думаю, мы на них посмотрим потом. Ой, блядь. Сколько их будет? Цепь пизда. Угу. А-а-а! Можно получить персонажа! Подожди, а лука у меня был? Нет? Ну, в принципе, сорвала она так себе. Пела бы, хук, было бы неплохо. Так, ладно. Короче, это потыкаем потом. А, между прочим, что у меня? Подожди. Так, вроде больше ничего нет. Лука у меня вообще есть? Нет? И вообще, он нужен? Надо будет посмотреть. Я что-то не помню. Так, ну а что у нас точно есть? Это камни для прыжка. Это вряд ли что-то будет. Ага. Да, мне аж точно. Только-только тенью не дали. Так что ничего интересного. Кстати, что я заметил? Теперь там Каждый опять круток Что-то дает. Чаще стало падать. Ладно. Тогда, значит, Можно будет на этом и заканчивать. Спасибо, что обнова была Чуть более длинной, Чем пять выпусков. Фу, блядь, пять выпусков. Чем один выпуск. Так. Душу еще. А-а-а-а. Ладно, нажмем. Не, подожди. Пока не будем принимать участие. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok